По итогам 8 месяцев 2016 года в республике на 3% увеличилось количество малых предприятий. Такую статистику озвучил на еженедельном совещании у главы Чувашии, министр экономического развития, промышленности, торговли Владимир Аврелькин. Соответственно, выросла доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Что еще обсуждали сегодня в Доме правительства в нашем сюжете. Сейчас более четверти всех работающих в Чувашии заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса. По словам Владимира Аврелькина, рост индекса промпроизводства в республике достигается и за счет малых предприятий. Перед правительством Чувашии ставится задача довести долю валового регионального продукта, создаваемого в сфере малого и среднего бизнеса, до 50%. Сейчас эта цифра равна 33. И каждый год растет почти на 1%. Основной упор делается на создание современных инновационных производств. По итогам 8 месяцев мы демонстрируем темпы роста налогов 5%. По итогам года ожидаем на уровне 3,3 миллиардов рублей. Это на 10% выше, как я сказал, уже предыдущий, 2015 года. И здесь, прежде всего, то, что касается тем вопросом, мы стимулируем развитие, к технологическому развитию, к обновлению. И все наши средства, которые вкладываются, я имею в виду средства бюджета, которые вкладываются, они, прежде всего, как я сказал, направлены на модернизацию производства. Что мы получаем? Мы получаем на 1 рубль вложенных инвестиций, 3 рубля налоговых отчислений. Это созданные рабочие места и увеличение оборотов заработной платы, безусловно. Конечно, среди ведущих высокотехнологические производства электротехнического кластера. Но сейчас в приоритете создание малых и средних предприятий в сельском хозяйстве и в социальной сфере. Кроме того, идет работа по выводу продукции на экспорт. Нам надо увеличивать доходы. И через развитие малого и среднего бизнеса, через высокопроизводительный труд, только возможно на сегодняшний день увеличивать доходы. Другого варианта практически нет. В суде на еженедельном совещании прошедшую летом всероссийскую сельхозперепись. Окончательные итоги будут подводиться в следующем году. Но уже сейчас можно сказать, что специалисты обошли более 250 тысяч объектов. Большая часть из них, конечно, личные подсобные хозяйства. 2,5 тысячи – фермерские предприятия и более 300 сельхозорганизаций. Особое внимание уделили на совещании предстоящим выборам. В ближайшее воскресенье, 18 сентября, по всей стране пройдет единый день голосования. Нам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и Государственного Совета. За последнюю неделю, что нам необходимо сделать? В первую очередь, до конца подготовить помещение для голосования и вместе с представителями МВД и управления МЧС провести проверку и окончательно принять данные помещения для того, чтобы мы достойно провели голосование, обеспечили проведение голосования. До этого мы отработали с главами поселений, главами администрации районов и городов по обеспечению хранения выборной документации, избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений, что очень важно. Мы опасаемся того, что в последнюю неделю могут быть или вполне возможно какие-то провокационные вещи. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойную работу всех территориальных и участковых комиссий. Избиратели должны получить ответы на все интересующие их вопросы. Поэтому, возможно, будут созданы рабочие группы для консультаций. Татьяна Молок, Олег Якимов, Республика.